Уважаемые организаторы, участники и гости Ассамблеи, сердечно приветствую всех вас, депутатов национальных парламентов, церковных представителей, государственных и общественных деятелей, журналистов, собравшихся сегодня в Москве для участия в работе 21-й Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи Православия, для осмысления актуальных вопросов, волнующих представителей ее стран-участниц. Отрадно, что такая встреча впервые происходит в столице России. Нынешнее заседание – зримый символ единства православных народов, основой которого является общая вера в Господа нашего Иисуса Христа, который говорит «Если пребудете в слове во моем, то вы истинно мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Хотел бы отметить, что вера – это не только некое мировоззрение или религиозное учение, не просто набор доктринальных и этических норм, не какая-то система запретов с описанием требуемого поминовения и санкций за нарушение правил. Подлинная вера живет в самом сердце человека, пронизывает все его бытие. Вера становится действенной, когда мы сохраняем связь с Богом посредством молитвы и участия в церковных таинствах. Когда в своей повседневности мы опираемся на христианские ценности, сверяем свои мысли и поступки с Евангелием и многовековым опытом Церкви. Для верующего человека его личная, профессиональная, общественная сфера жизни никоим образом не могут быть отделены от его религиозных убеждений. Вера побуждает христианина не быть равнодушным зрителям происходящих в мире процессов, но активно участвовать в обустройстве общества, поддерживать отношения с другими людьми, руководствуясь евангельскими заповедями. Сегодня мы являемся свидетелями усиления нигилизма, отвержения исконного нравственного начала в личной, семейной, общественной жизни и, как следствие, моральной деградации людей. Все это угрожает духовному фундаменту современной цивилизации. В условиях нынешней экономической, социальной и политической нестабильности появление новых очагов напряженности на всех нас лежит бремя особой миссии. Мы призваны свидетельствовать ближним и дальним о подлинных основах человеческого бытия, о необходимости взаимопомощи, жертвенности и миротворческого служения. Желаю участникам этой московской встречи плодотворных трудов и помощи Божией в благих делах и начинаниях. Сожалею, что я лично не могу приветствовать вас и передаю вам это послание с надеждой на успех вашей работы и с пожеланием благословения Божия в вашей профессиональной деятельности.